Давайте посмотрим на двух знаменитых тренеров. Один тренер знаменитый, потому что обыграл меня на диком невероятном лаке, хотя очень хотел проиграть. Вот. Если мне не изменяет память. Да, слэербоксер со своими зонками. Вот. Куча силовых зонок там. Одна, правда, видимо, пропускает игру. Но это все фигня, ребята, перед настоящей легендой. Вот. У тебя что сегодня обрубало? Ну, у меня полностью электричества во всем доме не было. Только недавно вернули. Вот. В общем, знаменитый подскок Шэдоу Винг. Вот. Чёрк. Знаменитый подскок Шэдоу Винг Чёрк. Обожаю его, мой любимый игрок в Бладбоуле. Легенда. Просто легенда. Зонки взяли... Морган Торга. Я не очень понимаю, зачем. Чё не выход? Умирать молодым, по-моему, самое то, Ваних. Долго жить смысла нету. Я не знаю, у меня весь дом вырубило. Весь дом вырубило. Но вернули примерно часа за два. Относительно быстро. Дома, правда, без света. Как-то очень грустно. У меня, тем более, в одной комнате одно окно полностью заделано кирпичами. И там сделана такая прикольная ниша под полки и так далее. Прекрасный отскок. Приятная шестерочка. Вообще, конечно, тратить деньги на покупку... Очень странно, в общем. Морган Торг, ну, он прикольный, но против орков он не работает. И вообще, какая-то не понимаю разницы между этими командами. В том плане, что... Хватило на Морган Торга и всё? По идее, должно ещё на что-то хватать. Ну, ладно. А почему не подойти, чтобы ударить в три куба? А, ну, в два куба шестёрку нашли. Нормально. Зонкам делать нечего в этом матче. Понимаешь, ну, когда зонки видят шэдоу винг чёрка, сразу понятно, что здесь всё ясно. В смысле, как... Рерол? Вау. Ну, Лайт Монг сразу заходит с козырей. Я даже не буду спрашивать, почему не Блиц... Блицером с таклом МБПО. Ну, как бы... Неважно. Просто у зонок-то даже мага нету, вы понимаете? Они что-то стоят необоснованно дорого, вам не кажется? Блиц в лонерную линейку? Морган Торгом? Серьёзно, ладно, ладно. Я пока слабо понимаю, что хотят сделать зонки в этом матче. Не, ну, кажется, мало, если... Ну, я понимаю, что там... У них же ещё один силовой игрок был. Я не знаю, может, матч пропускает. Ну, да, там, скорее, в основном, сила. Вот. Но, правда, на линейке ж... Гард это, по-моему, дубль. Если мне не изменяет память. Или нет. Орг очень странно играет. Вот. А у Огра есть тычок? Да, такой гигантский бензопиловый тычок в три куба по кому угодно. Вот. Сидит такой... Прости, господи, думает... Не, ну, смотрите, вот это, например... Ну, блицер силы, ладно. Это линейка с гордом. Это кетчер с гордом. Это ещё дубль. Линейка с гордом. Ещё дубль. Ещё сила. Ну, тут действительно... Не обоснованно дорогая команда, на мой взгляд. Хотя, мне кажется, что разница не в 400 тысяч должна быть. Ну, не знаю. Ладно. По какой-то абсолютно неясной причине Морган Торг продолжает бить. Ну, он, видимо, боится десятиарморного товарища, который в ответочку может. Ну, вот. Нет, это не блицер, это линейки с гордом. Поэтому и дубли. А только вот этот блицер с гордом. Но есть же концепция, которую продвигает Диамет. Концепция абуз зонок. Вот. Что, правда, Диамет очень быстро устал на ней играть. Не знаю, с чем это связано. Но у них поза, в которой они стоят, отличается, по-моему. Приятная единичка. Изейшин Таня Болтушка покормила. Привет, Айчурсин. Айчурсин, ты пропустил самую сладость. Калина наказывали. Калина прям так наказывали. И у меня есть одна подруга, которая рассказывала мне концепцию умирания молодым. Почему это хорошо? Я ее не понимал. И теперь прям со временем понимаю. Вот. Ну, пока орки избивают зонок. Всегда приятно смотрится. Вот. Давайте поговорим на эти мрачные и грустные темы. Вот. Ну, как мрачные и грустные обычные. Я вот понимаю, что все мои иллюзии, и не только, они как бы некий смысл потеряли. В том плане, что те паттерны поведения, порядочности и всего остального, к чему меня приучали с детства, вот, оно в реальной жизни не работает. Ну, в смысле, быть добрым там, или еще что-нибудь такое, понимающим, тыр-пыр, все это смысла не имеет. Ну, в смысле того, что реальный мир устроен немножко иначе, и чек-чеку волк, и так далее, и тому подобное со всеми вытекающими. И у меня как-то вот от этого разрыва шаблона мне очень грустно. Попытка выбить десятиарморного орка опять. Я почти шучу. Заменитая пара чёрков. Десятиарморный шэдоу-винг. Два брата-акробата. Вот. Красивая попуточка, кстати, повалить чёрка в 1д. Теперь задоджить можно хотя бы. Спасибо, что не умерла. Я бы ещё для сладости пофалил бы, конечно. Твич такого не любит. Меня всё смотрит полтора инвалида, поэтому твич, не знаю, ко мне санкции вряд ли какие-то приложит. Я сильно в этом сомневаюсь. Такел. Сила такла у орков. Ну, надо фалить, конечно, силовую девочку. Заметь, десятый армор хоть по делу используется. Ну, мне в целом концепция десятого армора на чёрке кажется смешной, но окей. Тот же мув был бы, наверное, даже лучше. Но окей, не суть важна. Ну, шэдоу-винг-то тоже работает иногда, мы видели это. Мне вообще лайт-монг пришёл потом и сказал, что я зря ругался на чёрка. Он просто не всегда активировал шэдоу-винг, так бы он чаще работал бы. Понимаете? Ну, ладно. Фулл горда. Ну, жаль, что не смерть. Но правильно, правильно. С силовых гордов блицердж надо бить. Вот. Не знаю, в общем, я чувствую, что моя жизнь абсолютно бессмысленная, грустна и так далее и тому подобное. Вот. Я бы описал свою жизнь как бесконечное одиночество, умноженное на полнейшую бессмысленность. Всё, кончилось, моя холостя... Опа! О-о-о-о! Сброс меча сработал! Йо! Да ну, блин, ребят, ну, орки очень сильные, конечно. И сброс меча работает! И шэдоу-винг! И десятый арм... Ну, моё уважение, Лайт Монку. Это даже круче, чем Ногогрыз, ребята. Это даже круче, чем Ногогрыз. Похлопаем. Я сейчас даже не иронизирую, это было круто. А это, видимо, был задел под выталкивание. Но Зонка... Ну, Зонка упала сразу. Поняла, что орки её вы... Ну, молодец, Лайт Монк. Вот сейчас, без шуток, Лайт Монк прямо на скиле. На скиле. А я кому-то снимаю розовые очки. А шо у тебя случится? Когда она кончится, Айчурсин? Или она уже прям конкретно кончилась? Ну, слушайте. Несмотря на сверхспецифическую раскачку, Лайт Монк молодец. Действительно молодец. Он всё делает правильно. И, прости господи, даже крепко нервовый сбросер меча работает. Это смешно. Вот. Десятиарморный орк работает? Ещё как. Ещё как. Вот видишь? МБ только что прям это... Тыр-тыр-тыр. Он уже два раза сработал. Вот. Ну, почти сработал. Ладно. Сейчас почти сработал. Десятиарморный чёрк. Это сила. Зачем ты реролишь? Да тут даже... Тут и сброс меча работает. Всё остальное работает. О! Недавно Фебриус, говорят, насладился блатболом. Вот. Говорят, у Фебриуса была очень приятная. Очень интересная игра в Руба Бээля. Да, Фебриус? Говорят, Фебриус испытал новый букет эмоций. Вот. Ну, стоит понимать, что недавно удаление. Удалено-то размен, но отличный. Отличный размен. Вот. Недавно Ancient Flame очень сильно порадовал Пупка. Вот. У нас прям радостная лига. Все друг друга радуют. И зонки сдали. Быстрая игра, ребята. Изи. Легально? Нет. Нелегально, по-моему, сдались. Приятно, знаете. Тут я... Десятиарморный... Десятиарморный MVP. Десятиарморный получил. MVP-шечку заслуженно. И парень, который зафалил, тоже заслуженно. Прекрасная победа орков. На скиллухе справился, собственно говоря, Лайтмонг. Молодца. Очень красивая игра. Прекрасная победа.